Мы продолжаем нашу консультацию по теме электричества и магнетизм для поступающих в магистратуру МФТИ и сейчас мы разберем задачу заучного тура Олимпиады магистратура ФИСТЕХ и 2017 года, тема которой электрический ток. Условия в нее следующие. В воздухе находится заряженный металлический шарик, начальный заряд которого равен Q0, а удельное сопротивление воздуха 2 на 10,16 Ом на сантиметр. Диэлектрическую проницаемость предлагается считать близко к единице. Прошел один час, во сколько раз уменьшился заряд шарика? Давайте разберемся, какой ток пойдет с поверхности шарика. Раз нам дано удельное сопротивление, то плотность тока есть напряженность поля поделить на удельное сопротивление. Значит, полный ток с поверхности шарика это интеграл плотности тока по поверхности. У нас условия заданы Си. Давайте тогда не совсем, конечно, еще сантиметры, а не метры, но тем не менее в Омах. Проще перевести единицы в Си, чем СГС. Поэтому будем решать задачу Си. Значит, подставим сюда. Ро константы выносим за знак интеграла. Единица на Ро. Интеграл по замкнутой поверхности от ЕПДС. А вот в этом интеграле, естественно, вы уже должны узнать теорему Гаусса. Поток напряженности электрического поля через замкнутую поверхность пропорционален заряду внутри этой замкнутой поверхности. Мы получаем, что если все... заряд внутри замкнутой поверхности на ЭПСИЛ, на ЭПСИЛ нулевое и остается отдельное сопротивление. Таким образом, мы видим, что ток пропорционален заряду шарика, и мы определили коэффициент пропорциональности. Но с другой стороны ток есть с обратным знаком скорость, скорость изменения заряда шарика вследствие закона сохранения электрического заряда. Мы с вами получаем простое дифференциальное уравнение, производное Q есть минус Q на ЭПСИЛ нулевое. Решение которого очевидно. Q есть Q на ЭПСИЛ нулевое на ЭПСИЛ минус Т поделить на некоторую константу Тау. Мы обозначили Тау как ЭПСИЛ, ЭПСИЛ нулевое РО. ЭПСИЛ нам предлагается считать равным единице. Это действительно так. Для воздуха отличие от доли процента ЭПСИЛ нулевое мы помним. РО подставляем. Здесь получается примерно 29 с половиной минут. Примерно 30 можно считать, раз нас просят оценить. В результате за час пройдет два раза по 30 минут. И следовательно, вот это отношение окажется приблизительно Е в квадрате. Ну если посчитать более точно, там получается 7,6 раза. Это ответ нашей задачи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА РОМАНИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...